Субтитры делал DimaTorzok 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 тут уже посмотрим последний банк остался герой либо центр либо в легкую линию по-прежнему вот не знаю насчет медузы но в целом против тени медуза смотрится хорошо а рейзер также против тени которого забанили смотрится хорошо на поэтому его собственные забанили медузе вроде как не страшен дум особо но она сама по себе с линкой да вообще вот носители линкенсвер сейчас будут в цене для team ukraine ну да но медузу забанили сами сами банят медузу но я думаю если бы они сильно хотели взять взяли бы ее прямо сейчас потому что у них первый пик последней фазы кто из носителей линкенсвер еще есть вивер вивер морф но переделанный морф вивер 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 вроде бы и против дума не сильно хочется брать вивера с другой стороны по виверу тут по линке не так много есть работников для того чтобы быстро сбивать да и в принципе легионка тоже требует того чтобы против не собирали линкенсвер он да 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 я по я поэтому как раз и говорил что неплохо с антимагом возможно без профит смотри какая появляется у нас это у нас monkey king уходит в свою легкую линию видимо для того чтобы легионки мешать фармить и по идее это будет получаться делать пойду мы так monkey king у нас battle fury тот самый линдар нас кинг нет в целом battle fury неплохо может смотреться главное просто с этим battle fury не на умирать и не на фидить многие даже так сказал главно до battle fury не на умирать и не на фидить но при там все равно его собрать на сорок восьмой минуте во время того как у тебя трон падает сразу разбирают себе героев но он забирает с профит конечно же резолюшн на monkey king интересно будет на романа посмотреть на этом героем арт стайл бэйн посмотрим на что способны чехи потому что как раз вот когда мы комментировали квалификации на wg именно вот этот регион не я комментировал я тогда помню что мне выпала германия ну и германия франция мы с тобой тоже освещали вот на что эти парни способны честно говоря я вот даже и не знаю я тоже тоже в задумчивости и когда вот можно уже стандартный вопрос твой который вводит всех заблуждения кого из чешских игроков ты знаешь я могу вспомнить вот по по моей древой памяти мне кажется я цико я где-то видел но пытался найти по нему информацию в принципе в соцсетях и что-то не больно получается то есть на ликви педе вообще про этих ребят ничего нет в целом в этом регионе у них не нет не так много дотеров в частности в чехии поэтому но в центральной европе много дотеров в центральной европе да вот сам а если говорить конкретно про чехию то там уже сегодня все не так радужно но нашлось у них пять человек и посмотрим насколько эти пять человек боеспособны пока игра приостановлена я могу просто профили почекать возможно у кого-то там еще не обновленный возможно кто-то еще не калибровался но в целом какие у тебя ожидания от этого матча знаешь я думаю что в целом для наших ребят и steam украины для ультимы где тоже наши парни за снг соперников не так уж и много и и в целом вот на этих региональных отборах наверное самые сильные команды это вот представители снг возможно шведские стак лоды кто там еще был из таких румыны заметных ребята румыны с кэнселом тоже румыны 4 0 закончили группу да 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 ну там там просто хорошо короче этот они себя показывали и вот конкретно в плей-оффе будет интересно смотреть в группах я ничего толком не ожидаю от этих команд аутсайдеров просто хочется чтобы все-таки играли у нас новые звездочки в плане именно стран что у нас появлялись те же чехи британцы чтобы мы могли говорить об этом о том что парни вот-вот где-то там давно выступали год назад а сейчас они там на интернешн или берут финалы но видишь сборная сербия себя тоже довольно неплохо показала сербия нидерланды 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 да нидерланды неплохи были но нидерландах там хватает игроков и и в прошлом именитых там тот же синг-синг и причем ничем их секси-бамбу до сих пор играет еще тоже с тех времен солари на солари олдскульный игрок нидерланды не самая скажем пропащая страна если говорить о доте вот вот за францию немножко было обидно потому что когда-то данная держава нам могла предоставить огромное количество высококлассных дотеров на квалификациях ты имеешь ввиду когда команда фаворит по сути проиграла там где был сокушка да 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 в целом в целом тот именно отбор его во франции меня не сильно порадовали так ну видишь вышли excellent ты видел куда monkey king забежал да фавор просто пробежал мимо башни курьер бегает и сейчас сейчас вот бегает под ней это вообще законно вот то что это происходит как как это вообще называть это курьер не обращайте внимание а гормак встречается с найт сталкером полил будет руну отбирать и у него получается это сделать но ценой жизни отлично отлично это говорит отлично хорошо сыграть но хорошо сыграно могу сказать догадайтесь где здесь должна быть табличка сарказм и один из них пишет сарказмом угадайте в итоге лилл с мк оказывается сверху причем даже не вдвоем втроем арт стайл тоже недалеко но арт стайла видят с возвышенности и сейчас бэйн использует брейн саб думала пробивает в это время приходит еще и тени и арт стайлу приходится использовать фэйри фаер для того чтобы как-то выжить но инфернал блэйд будет через пять секунд да и тум быстрее он его точно ударит инфернал блэйдом а там еще и игнает поэтому да поэтому возможно иван умрет сейчас последний удар это это летальный удар а в это время спокойненько керри с резолюшеном стоят на линии но для романа это конечно же плюс потому что героев ближнего боя резолюшен вернее monkey king неважно в принципе мне кажется кто на нем играет monkey king просто не чувствует и лил мог забрать я цико если бы его не заметил о гормак там парочка войдов парочка ударов и склеился бы точно doom но как мы видим илья был замедлен ну вот дом четверка то что не так часто увидишь в данный момент и не отбрасывает эвеландш юзи стики но там boundless strike похоронил на четки четки мощный boundless strike яцик забежал в лес и его едва не заблокировал арт-стайл не на пути но все же дум смог скрыться в центре queen of pain против this profit но у ван вернее даже не нован если говорить чечи читается чеки может или чеки но там знаешь там по-разному можно трактовать формулировать понятно поэтому да поэтому извините я кстати мы точно знаем что то я цик у меня знакомо даже с именем я цик там сейчас monkey king сверху убили втроем на него набросились да конечно когда на тебя наваливаются три таких бугая мог бы добить только что тени но но сейчас бейна самого скорее всего будут пытаться добивать у керри уже откатывается эвеландш тос тоже появляется второй уровень у тени есть на правда непонятно это будет тос или 3 греб 3 греб и сейчас он уже берет дерево начинать метелить бэйна бэйн подслипал но эвеландш засыпал в итоге арт-стайла арт-стайл гигната как он четко прямо сквозь лес знаешь можно было прямо снимать в замедленной съемки это дерево летит между других деревьев и врезается в бэйна и и долил так же прибежал на верхнюю линию без него тут очень тяжело вдвоем против таких трех жердяев драться почти нереально 4-1 пока счет по фрагам да причем не в ту пользу которую мы ожидали изначально как мне кажется я ожидал именно того что будет полный разрыв но сейчас команда из чехии меня радует но у вас так а уже нужно два удара резолюшена чтобы сработала пассивочка и бамбус припечатал дума можно дальше таковать тени у тени совершенно нет маны и резолюшен оформляет дабл а угром ага рядом не оказалось угром а конечно без маны был на тот момент поэтому и помощи от него ждать нельзя было он пулом занимался так что таким образом вроде бы пытаясь помочь команде малость ее подставил сейчас еще одно нападение хороший шок вейв порезали что на залетает можно было еще кареточку лилу сбить и тогда бы вообще шок вейву этому цены бы не было четыре секунды до появления следующей руны богатства угромаг хорошее оглушение забирает эту руну ну сталкер может в теории а нет он не может уже ничего забрать потому что там дум приходит на но если посмотреть центр то там можно заметить что но он пока переигрывает своего противника пока что-то причем весьма основательно крипстат очень очень серьезный у дп квопа таким не хвастается легион очка кстати смотри как хорошо стоит снизу опа очередное убийство на верхней линии в очередной раз этим фрагом становится арт стайл уже трижды иван умирал находясь сверху тяжеловато конечно тяжеловато как-то пережить этот прокаст у ки не плюс ну один 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 пока раскачка посмотрим что дальше будет и не делать упор даже просто тяжело справиться с тем фактом что на тебя наваливаются втроем даже обычные атаки там doom 68 кини 86 и тот же угромаг он даже просто игнаетом со стороны где-то набрасывает это все это там 200 плюс урона ты получаешь и а это это бедняга бэйн да он конечно плотный но при этом он с маленьким уровнем бренца приметом не с сильно большим аджором там 90 здоровье сейчас уже 160 сейчас конечно его будет сложнее забирать лил поставил вард в принципе на том же месте где и был центре такой агрессивный вард поможет если что нападать на квапу когда у у лила хотел сказать вот появится сайленс а он уже есть третий уровень и можно попробовать квапу убить вот они выходят хорошо есть воид мощно съедает здоровье спирит сайфоном ну он и убивают queen of pain прилетает легионка с нижней линии могла легионка помочь объективно могла если бы подарить просто две секунды лишних квапе но этих двух секунд не было и опять на арт стайла нападают сверху или не только на него ну он может себя заслипать случае чего если там и дать думу подойти поближе вместе с тиньи нет но если будут собираться драться ультима потому что и линсу до стянулся уже на верхнюю линию и ночью могут оказать должное сопротивление подумал пошел четвертый стак резолюшн все-таки вот делает можно давать баундлесс и отжираться резолюшн его дает арт стайл заслипал тиньи но умрет пока только у гормак но и тиньи может тоже достаться есть еще четыре стака и тиньи также умрет мне кажется немножко не доиграл тиньи в том плане что не стал изначально нажимать стики не стал выдавать полный прокаст со своими тосами и и в итоге он задержал эту атаку недополучили урона игроки team ukraine и в итоге сейчас начинается фид интенсивный фид intentional фид именно интенсивный мне очень нравится это слово интенсивный я прям вижу как чувак с курами по миду прям это как интенсивная терапия да 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 ну фидотерапия это новая терапия такая вообще новое изобретение в сфере медицины как фитотерапия только только фида терапия это габен возможно изобрел ее и пытается людей лечить этой фида терапией не знаю правда от чего больше калечит возможно он пытается отучить людей от игры в компьютерные игры таким образом чтобы никто больше не заходил в доту а компьютерные игры зло да 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 возможно падение онлайна в доте связано с целенаправленным желанием вольво понизить этот онлайн с чем связано падение резолюшена на землю после тоса резоль отжирается и убивает дома и тени в итоге оказался сильнее чем monkey king ну да у тени поболее будет атаки конечно сотка с руки там очередной забег сейчас будет на бэйна будут нападать или нет но тут уже летит мк да тогда в прошлом эпизоде не углядел стики у романа они были заряжены а там было все calculated тени забросил только что эйда и возможно забросил в принципе эту игру но нет тут попа все неплохо это было вполне осознанное решение победа в дуэли победа над резолюшеном и скорее всего победа над лилом потому что день потому что день и потому что hunter in the night нет перепрыгнуть деревья нельзя куда то улететь вдаль скрыться в тени это не работает и и битрайдера вообще я бы наверное пытался убивать сейчас вас все таки тут четверо ребятки промахивается эваланчем керри дальше летит гостик начинает стакать уже по огар магу но есть арт стайл можно подслипать легионку получать фаербласт гостик тут же с арт стайлом пошел разбираться и гетчи а а а а огар маг огар маг догорел 3 2 1 секунда до дуэли если queen of pain появится рядышком то это будет еще одна дуэль то есть легионка вообще простаивать дуэли не даст нет 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 убежала квапа немножко в другую сторону судя по всему а просто ждет руну для того чтобы наполнить боттл самое интересное что при всех этих разменов разменах украинс умудряется вести в одну тысячу но у них не все размениваются у них есть человек который хочет выиграть в доту это нован который стоит в центре и стоит все-таки очень уверенно ну я думаю что благодаря нова но в основном оттуда шла queen of pain да ну говорит доспрофит это дом интересно интересно использование тос плюс doom а тебе нужен блинк даггер говорили дум давай иди вперед мучись аки сайгаг дума включил землю и может быть даже выживет у него оригин от сатира мучителя классно классно пока отыгрывают чехи я прям смотрю и нарадоваться не могу знаешь вот эти старые обузные какие-то из базука movies еще стратегии с тени текисом правда там было или тени кентавр тени кентавр да 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 это очень-очень старые очень бородатые страты причем пришедшие как раз вот из матчмейкинга но так то я даже чекнул информацию по поводу того что там на чехия возможно не та страна где слишком много дотеров сейчас там в этом регионе четыре чешских команды было четыре то есть это чуть бы это на одну больше чем во франции нет но там не только чешские команды были в этом регионе там были также команды из швейцарии венгрии словакии и далее я смотрю в швейцарии там миллиардеры на пенсии играли или кто еще живет в швейцарии давай так ладно пока мы обсуждали жителей швейцарии умер огремак и умер бейн принеся очередных десять урона эйду а вот ноуан в центре хочет выиграть в доту и вместе с бабочками ломает башню по-прежнему на этом делаешь акцент на чем именно на том что один ноуан хочет он он реально хочет выиграть я просто вижу я просто вижу рвение в его глазах при помощи этого рвения и немножко при помощи своего богоподобного скилла и так же в помощи лила квиннов пейн тоже хочет чтобы ноуан выиграл в доту ну возможно ноуан чуть больше хочет этого смотри сейчас еще и огр там воевал с иллюзиями но в итоге убежал к себе на базу и снизу снизу начинается яска а будет воид я цикл сгорит как живу долго колотил monkey king да и минус минус doom конечно же да конечно дп просто люто отрывается сейчас от всех всех своих и тиммейтов и врагов ноуан поднял легион команды чтобы та не дала дуэль вот в такие моменты обычно нужны телепорта на свою вышку но там слишком много скорости передвижения да и что самое интересное это дп с руки колотят нехило посмотри там же талант на десятом плюс 50 между прочим да между прочим да плюс 50 к урону это очень очень сильная вещица потому что иногда ты не рассчитываешь на свои легендарные тычки с руки и в итоге скажи мне не довносишь урон сейчас нападение на queen of pain будет ли финс грипп да есть финс грипп но арт стайл отменяет его да видимо не успел до этого нажать стоп приходит сюда monkey king пока без ультимейте resolution а очень опасная засада сейчас может быть вот здесь на древних посмотри резоль кстати без battle fury играет между прочим на monkey king но при этом но при этом у него второй натворостной карте что очень неплохо и игра без бф как говорит нам о том что собирается активно действовать резоль соблю себе делает посмотрите на святыне что происходит уже пошла в война но батрайдер схватил легионку тащит и после этого сразу массов батрайдера который уже все выдал и firefly включил и лассо выдал гостик просто летает и веселится тут же но вам приходится своей ультой начинает избивать тени есть и ул чтобы сбить тп и это минус 3 будет на улетает пока только doom растерялись вот такое ощущение game life balance просто немножко растерялись когда началась драка и поэтому doom был использован в батрайдера как правильно заметил который уже все выдал все что мог выдать так бы вырубить того же и не на этом monkey king и des profit да кого угодно кого угодно кроме батрайдера и наверное night stalker и это имело бы больше смысла ну и урона толком никто не выдал queen of pain убили сразу практически и очень жаль что не получилось реализовать дуэль которая была в целом неплохо жамкнута но из-за того что в лассо держали эйда гостик гостик подоспел да гостик гостик молодец смотри silence silence на клопку а ее убьют там 180 с руки он улана могут кстати даже его догнать сейчас но нет он слишком быстро там и ул фейзы 473 скорость передвижения ул дескла и даркнесс да еще теперь свищи ее где-то там в сумраке а resolution в это время сверху будет ломать тир один вышку при этом он тут не один находится у него еще арт стайл рядышком которого видят кстати там вард установлен рядом с вардом самих team ukraine да как то так но уже подходят сюда игроки ческой команды арт стайла забрасывают дуэлька да все замечательно ждали легион куда но у 30 урона что есть не так плохо но перри фарм 5000 за украинской сборной да перри фарм очень сильный меня пока только легионка наверное радует у которой дела с фармом идут не слишком плохо сравнительно с остальными да я понимаю что мы видим но уана бешеного у которого бешеные показатели но легионка как раз тот герой который может хоть какое-то сопротивление оказать при наличии там условного blade mail а у но уана скоро появится линкен сфера и как теперь его контролировать да при этом нужно сбивать линку мы уже говорили изначально что линкен сферу так не так много персонажей сбивает это может быть у грамм а ну вот легионка которая умирает сейчас от this profit причем на уан идет дальше за угр магом ой-ёй-ёй-ёй-ёй при этом всем он может вышку спокойно забирать абсолютно спокойно он еще и поднимается еще и в него вгрызается и его еще будет убивать еще и бочка от гостика неплохая и это минус 3 причем понимаешь вот т2 она вот здесь стоит ее можно было спокойно сломать и не идти дальше но нет это не про наших ребят но духе все равно посмотри как к вопача линку как-то как-то отъехала очень странно отъехала судя по всему это уже нет на то уже похоже конечно вот больше на то что ты говорил что вы нас в одну калитку изи катка ггвп фитфест а r vr блокчейн сплитскрин что там еще можно фидотерапия да фидотерапия зажались чехи на своей базе ну давай попробуем придумать какие-то ауты для них вот так потому что потому что мы можем потому что нам по барабану и мы можем предлагать самые абсурдные вообще сценарии которые иногда некоторые команды способны даже воплотить в жизнь например сейчас было бы неплохо подловить диспрофит но так как у нее есть линкин сфера делать это нужно очень грамотно и не только линкин сфера делать это не нужно вообще либо не нужно этого делать вовсе все верно там четыре человека уже в миде поэтому да поэтому наверное свой вариант больше подходит огармак бросает игнает и в то время как летит игнает уже почти долетает до диспрофит прыгать легион командор когда игнает сферу ты даешь туэль ну так обычно и делают это же это дефолт не побоюсь этого слова но легионка умирает бесславно под вардов она просто фармила поэтому на нее так и напали да вообще хорошие варды у team ukraine и во вражеском лесу они тоже были но там упали варды сейчас пока что в левой части карты потому что там стоит и т1 и т2 над которыми тоже нужно работать рошан на него заходит но он прожимать экзорцизм на рошана рошана заберут сейчас спокойно и пойдут заканчивать эту игру получится правда вот с одного захода ее закончить или нет это большой вопрос на базе может всякое произойти может куда-то тени тебя по т4 забросить и не буквально в шаге от шаду блейда правда не уверен что ему это как-то поможет ризоли в этой игре вообще толком хотел сказать видно не видно но я смотрю у него там 12 убийств ассистов суммарно так что вначале он конечно неплохо жару давал а вот сейчас последних минут пять он просто фармит да причем по моему у конс команд ни разу не было я вот не припомню чтобы мы видели ультимативную тоже зажимают внизу налил видит дума получается аленс оба персонажа дум очень много здоровья теряет посмотри какие куски от него отрывать без профит есть и ул тени тени тоже сейчас будет оторван тоже легчайшая для тени ой руна просто потрясающая удп в ботле там смотри еще арт стайл в центре заманивает сейчас своих ребят но никого рядышком нет поэтому арт стайл просто поиграл поиграл с эйдом слушай а теперь очередь легионки да и будет еще один удар дуэлька нет умирает арт стайл но после дуэльки черт так хочется чтобы легионка побеждала я всегда болею за легионку когда она нажимает дуэль мне всегда хочется чтобы она побеждала а ты за кого болеешь когда легионка ультит я всегда болею наоборот за того в кого легионка да ну потому что легионка изначально действует с позиции силы у нее там классные скиллы пресс-атак контратака там очень очень больный больно бьет легион команды за кого ты болеешь когда бетрейдер тащит кого-то в лосо за бетрейдера или за того кого он не тащит тут чуть более чуть сложнее мне кажется просто чуть сложнее мне кажется некоторые вещи упираются в того в то кого тащит бетрейдер наших или не наших не ну в данном случае конечно я болею за бетрейдера а вот в случае с легионкой болею за легион а если она еще и с аганимом то это лучше их делать да казарма уже начинает ломать просто все знаешь настолько в одном ключе протекает сейчас что очень очень сложно серьезно относиться к происходящему там залетает doom но был подсайминг да 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 и ультимейт маркетинга который просто обрезал вообще все возможные отходы к тому же дому не важно кто бы там не находился все верно и снизу сейчас пойдут падать пойдут падать пойдут ронять эти самые казармы для начала конечно вышку бы забрать не помешало секунда оуэрлоунинг есть нападение легионочка хорошо коп я забросила отвлекалась в сторону ну конечно она тут вдвоем с папой уже ничего не сделает только чудо только чудо может спасти какое чудо например наличие блейдмейла и что все убьются в этот блейдмейл боюсь правда легионка не успеет впитать и весело не знаю что может может наличие 6 слотовой медузы может спасти да из прошлой игры сейчас позовем возможно наличие этой диспрофит в команде GLB сейчас бы как-то повлияло на ход этой игры но да тут уже 24к перефарма поэтому скорее всего это джуджейм и залечиваются урнами даже никуда не пойдут там восполнять здоровье на святыне или базы просто да просто просто можно идти дальше тем более там пока один тинни один огормак если бы люди могли сделать выкуп полагаю они бы уже давным-давно выкупились квапа могла бы повернуться в эту игру и резоль в прошлой игре мог бы вернуться чуть пораньше но это так это я тоже о наболевшем это что называется поливаем из-за своих ну пока да все-таки такой интернациональный турнир поэтому здесь я больше наверное предпочтение отдаю нашим командам представителям СНГ либо просто тем кого я могу знать на протяжении долгого времени это примерно все дотеры планеты поэтому я болею за всех за красивую доту да вот в общем то предсказуемо закончилась у нас эта встреча ничего нового показали хорошее стояние на линиях ну неплохое по крайней мере стояние на линиях чехи там даже получалось на трипле воевать но все-таки мы видим то что опыт и звание лучших игроков действительно лучших игроков СНГ оно дает о себе знать да в целом видим без особых проблем по очередному противнику проезжаются Team Ukraine так же как вот и Ultima неплохо себя показывали в том матче который мы видели но вот в очной ставке Ukraine и Ultima Ultima оказались сильнее и по моим предположениям Ultima и займут первую строчку в этой таблице турнирной а вот насколько все будет хорошо и гладенько для Team Ukraine мы узнаем с вами буквально минут через 15 потому что впереди последняя кажется последняя игра на сегодня я вот еще раз перепроверю так чтобы все было совсем-совсем на верочку да это Team Ukraine против Excellent против французов поэтому мы сейчас будем с вами уходить удаляться на небольшой рекламно-музыкальную паузу после которой вернемся послушаем еще немножко до MonsterCat минут 15 и вернемся вернемся в эфир не расходитесь